Продолжаем эфир. В Казахстане внесли поправки в правила дорожного движения. Дополнение вступит в силу с 6 мая. Вместе с тем в стране утвердили введение новых дорожных знаков. В частности, теперь в определенных местах появятся указатели запрета езды на мопедах и электросамокатов. Электрокаров, кстати, тоже коснутся изменения. Обо всем подробно расскажет Аннуар Мангельдинов. Автомобилям с электродвигателем отныне нужно будет ездить со специальным опознавательным знаком. Выглядит он вот так. Для Казахстана эта практика не нова. Ранее клеить наклейки обязали машины на газе. Опознавательный знак, электромобиль. Электромобиль должен устанавливаться на всех транспортных средствах с электрическим двигателем. За исключением гибридных двигателей. За игнорирование требований налагается штраф в размере тех МРП. Получить штраф рискуют водители мотоциклов, мопедов и электросамокатов. С 1 мая новые знаки вводятся и для этих категорий участников дорожного движения. Будет ограничиться, запрещаться движение электросамокатов в определенных участках дороги. Для обеспечения удобства для всех участников дорожного движения. Также существует исключение по соблюдению правил дорожного движения, а именно знаков, где запрещена стоянка, парковка. Имеется в виду для лиц с инвалидностью 1, 2 и 3 группы. То есть с ограничением опорно-двигательных аппаратов. Говоря простыми словами, лица с инвалидностью смогут парковаться под знаком «стоянка запрещена». Однако, если где-то полицейские сделали поблажки для определенных водителей, то в других пунктах, напротив, ужесточили ПДД. Ранее, если за перевес сплошной полосы предусмотрена была административная ответственность по части 1 ст. 601, то в настоящее время будут привлекаться, как и ранее, за двойную сплошную полосу. То есть в виде лишения прав управления транспортом средством 6 месяцев. Еще одно нововведение коснется выделенных полос. По ним можно будет ездить не только общественному транспорту, но и другим автобусам массой более 5 тонн. Эти, а также иные изменения вступят в силу уже в начале мая. По мнению правоохранителей, внесение изменений позволит улучшить ситуацию на дорогах.